В этом занятии мы начнем с вами работать с функциями, функции в джаваскрипте. Представим, у нас есть какой-то набор инструкций. Вот первая строка вывести в консоль это, вторая строка вывести в консоль это, третья строка вывести в консоль какую-то другую штуку, какое-то другое число. И представим себе такую задачу, а она бывает очень-очень часто, что нам нужно это выводить несколько раз. Сейчас, допустим, вот пять раз, как здесь. Видите, вы сразу видите, как оно показывается. В чем штука? В программировании есть такой принцип, называется don't repeat yourself, то есть не повторяйся. А здесь мы его явно и очень грубо нарушаем, то есть мы повторяемся, мы пишем один и тот же код несколько раз. Есть проблема в том, что если вдруг нам нужно будет поменять какую-то часть, допустим, вот эти вот три двойки, нам нужно будет поменять на три тройки, то нам нужно будет пойти и во все те места, где мы повторяем выполнение этого кусочка, в каждом из них поменять. Вот так. Ну, можно, да, с этим смириться как-то. Но на самом деле нет. Это, это, ну, прям вот совсем, совсем не вариант. Если вы делаете подобные, подобные штуки, значит, что-то, что-то не так с кодом. Первое. Мы повторяемся, причем повторяемся очень-очень много раз. Ладно бы еще эти консоли, но кусок кода или, так скажем, кусок основной инструкции, последовательности, он может быть большой, он может быть, ну, реально большой. И если вам нужно будет его повторить пять раз, оно, может быть, и будет работать вначале, но при поддержке этого кода начнутся какие-то вот мутации внутри каждого повторения. Поэтому такой вариант не подходит. Если нам нужно реализовать такую штуку, то на помощь к нам приходят функции. Функции нужны для того, чтобы взять какой-то кусок набора инструкций и сделать из него специальную группу. Можно сказать, что функция или группа или блок это вот примерные слова-синонимы, которая будет описывать, что из себя представляет функция. Давайте я попробую реализовать ту же самую задачу, но с помощью функции. Пишем слово function. Поверьте, вы поймете потом, как работают функции, и все с этим будет хорошо. Function — это ключевое слово. Ключевое слово, после которого мы должны написать название. Сразу вам скажу, что бывают функции именованные, у которых будет имя, которое мы напишем вот здесь, и функции анонимные, то есть функции, у которых не будет имени. Но мы в этом снятии работаем с функциями, у которых есть имя. Мы, функции, должны дать говорящее и очень понятное имя, то есть что она будет делать, либо с какими сущностями она будет работать. Эта функция, она будет работать и будет выводить что-то в логи, поэтому я могу ее так и назвать. Logs number. Название функции — это произвольно. Полностью вот ваша фантазия и ваш опыт, который вам подскажет потом, как правильно именовать эти функции. Logs number — это название функции. Это просто название функции, как мы его захотели. Мы могли бы написать num, logs, ну вот что-то такое. Но чем понятнее вы дадите название для функции, тем будет легче потом вам, и тем будет потом легче другим людям, которые будут вам, конечно же, безмерно благодарны за то, что вы понятно называете блоки в своем коде. Еще раз, function — это ключевое слово. Num logs — это название функции. Мы можем и называть как угодно. После названия обязательно нужно поставить круглые скобочки. Обязательно круглые скобочки. Даже если мы внутрь них ничего не будем писать, то круглые скобочки поставить все равно нужно. Дальше делаем фигурные скобки. Фигурные скобки нужны для того, чтобы показать границы функции. То есть внутри этих фигурных скобок будет находиться какой-то набор инструкций, допустим, в те же самые концы логи. Пускай они теперь здесь находятся. Кстати, для того, чтобы код читался лучше, внутри функции, все, что находится внутри функции, желательно, чтобы оно было смещено вправо. Давайте это смещение будет два пробела. Как только мы находимся внутри какой-то конструкции с фигурными скобками, сместитесь вправо на два пробела. Пусть это будет правило такое. Точки запятой. Хотите, ставьте точки запятой. Если ваш проект использует точки запятой, то значит ставьте их там, где надо. Потом вы будете использовать редакторы кода. Эти редакторы кода могут вам помогать и ставить точки запятой за вас. Вот. Вот что получилось. Мы сделали функцию, потому что у нее есть ключевое слово function. У нее есть название, у нее есть круглые скобочки. Мы пока не рассматриваем, для чего они нужны. Просто сделайте, чтобы оно было. И теперь фигурные скобки, которые показывают границу функции. Это тело функции. Скобочка открылась здесь, скобочка закрылась здесь. Если у вас возникают варианты, а можно ли там как-то вот ставить скобочку здесь, ну, в JavaScript так не принято делать. Вот в некоторых других языках так может быть и принято, но в JavaScript принято писать код вот таким вот образом, как я вам показал. У меня тут программа автоматически запускается, но мы ничего не видим в консоли. Все дело в том, что эта функция написана, она задекларирована. И, кстати, такой способ записи называется function declaration, то есть декларация функции, когда вы просто говорите, вот есть функция, но она не запущена. Она не запущена, она просто есть. И теперь, чтобы ее вызвать, нам нужно написать название этой функции и круглые скобки. Вот в этом случае функция запускается. Мы тут ее описали, как она будет работать, а вот здесь, на седьмой строке, мы эту функцию уже запускаем. И если эту функцию нужно запустить еще раз, то, пожалуйста, вот запускаю ее еще раз. Три раза. Нужно запустить четыре, пять, шесть, вот сколько раз только нужно, столько мы ее и запустим. Конечно, вот в этом подходе, когда функция запускается несколько раз, тоже есть нарушение правила «не повторяйся», но оно решается с помощью другой конструкции цикла. Если вы еще не знаете, как работают циклы или забыли, то можете потом вернуться. Мы в этом занятии говорим только про функции. Функцию объявили, описали ее, и потом вызываем. Вот это простая идея функции. То есть мы ее объявили, и потом вызываем столько раз, сколько нам нужно. Попробуйте это сделать. Можете сделать функции чуть-чуть посложнее, с какими-то другими инструкциями. Я думаю, у вас это тоже получится. А в следующем занятии мы уже разберем, для чего нужны вот эти круглые скобочки, и что еще внутри этих функций можно делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!